Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Кучеренко, это мой канал на YouTube. А сегодня я хочу вам рассказать о том, что такое лид-форма. В двух словах скажу, что такое лид-форма. Это обычное объявление, которое вы видите у себя в ленте новостей, когда вы крутите вниз. И там существует, помимо постов ваших друзей, еще и реклама. И вот это вот как раз тот рекламный пост. Вот так он выглядит. И если человек, вы там или кто-то, нажимает на картинку, у него открывается форма. Вот это и есть лид-форма. Что она позволяет делать? Не важно, на самом деле, нажал человек на саму картинку или нажал вот сюда вот на кнопочку, все равно открывается эта же лид-форма. Ее вы можете создать в рекламном кабинете Facebook. Как ее создать, я расскажу в другом уроке. А сейчас хочу сосредоточиться на том, что такое лид-форма, как она выглядит, как она открывается и что, зачем идет. Итак, человек нажимает на саму картинку. Тут открывается форма. Как ее нужно оформить правильно, чтобы человек максимум получил информацию, соответственно, захотел у вас что-либо покупать. Первое, на что нужно обратить внимание, это сама картинка. Она должна быть информативной максимально, поэтому вы создайте обязательно эту картинку из нескольких картинок, чтобы было несколько ракурсов, если у вас какой-то товар. Если это вот еда, как здесь, то здесь вот видите несколько картинок в одной. Это называется коллаж. Коллаж онлайн. Просто в гугле, в яндексе забейте, и вам вылезет первая ссылка. Вот там вы сможете создать коллаж. То есть загружаете туда несколько картинок и составляете одну картинку большую. И тогда у вас будет информативно. Если вы просто бы здесь разместили какую-то одну фотографию, то люди бы не совсем поняли, что вы продаете. Дальше. Обязательно нужно здесь какое-то громкое, громкий-громкий какой-то заголовок здесь должен быть. Например, там осталось два дня или до конца дня оставь заявку, там получи 90% скидку, подарок и так далее. Дальше мы простым языком описываем здесь очень коротко, что это такое, зачем мы это продаем, по какой цене. И здесь тоже пишем подарок, акция, что-то такое, что будет максимально привлекать наших клиентов. Дальше. По доставке можете расписать тоже. Если вы по городу доставляете курьером, то тоже это упомяните. То есть максимально должно быть коротко, но то, что необходимо. Дальше. Здесь мы обязательно указываем то, что человек должен отправить заявку, чтобы заказать. То есть это call to action, это призыв к действию. Человек должен точно понимать, что он делает заказ. Потому что в этот момент, когда он нажимает на картинку, он еще не совсем адекватно понимает, что происходит. А вот Facebook берет его данные с его странички, которые он при регистрации вносил, и использует их. То есть он в момент открытия самой формы, вот, оп, и уже забились его данные. Что мы дальше делаем? Здесь пишем тоже, чтобы оно было на видном месте, желательно большими буквами. Это альтернативный вопрос. Там будет в форме преднастройки, будет возникать альтернативный вопрос. Вот, здесь мы тоже указываем какие-то нужные нам элементы для своей же статистики. То есть если вы продаете какой-то товар, например, обувь, вы ставите там 36, 38, 39, 40 размер. Если вы хотите узнать конкретно, какой размер люди будут покупать. Также и с цветами, и с другими какими-то параметрами. Это тоже нужно. Это останавливающий такой элемент. Например, никто не выбрал, да, и нажимает «Отправить». И здесь подводится, видите, красным. Вот, он может ещё раз нажимать, ничего не происходит. И ему придётся выбрать что-либо. Это уже будет останавливать автоматически самих людей и давать им понять, что они делают заказ всё-таки. Вот, и у вас будет меньше всего будет у вас тех людей, которые будут не брать трубку или скажут «Нет, мы ничего не заказывали». Вот, только в этом случае. То есть этот альтернативный вопрос, запомните себе, нужно обязательно использовать. Вот, где-то вот приблизительно так должна выглядеть форма. Текст здесь в самом объявлении рекламы. И здесь это разный текст. Нужно это тоже понимать. Потому что в рекламе важно просто привлечь клиента на ту тему, которую вам нужно. А когда он открывает, он должен получить больше информации, подробнее. Ну, так, чтобы он мог прочитать. Потому что люди сейчас очень плохо читают. И, соответственно, вам нужно будет уместиться очень коротко, лаконично, написать конкретику, то есть то, что нужно. На видном месте, чтобы были цены и так далее. Вот это важно. Все, что хотел сказать о самой форме. Как ее настраивать, где она вообще находится в фейсбуке, я расскажу на следующем занятии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Не забудьте про колокольчик, потому что пропускать такое не рекомендуется. Будет дальше, больше, будет интереснее. Всем пока!